Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Самая большая нация в мире вот-вот уменьшится экономически и демографически. И это событие может привести к беспрецедентному кризису, который начнется в ближайшее время. И самое главное, что об этом мало кто говорит. Но на этом канале мы говорим о том, о чем все остальные будут говорить только после. В настоящее время Китай представляет более 1,6 населения мира с населением около 1,4 миллиарда человек. Другими словами, каждый шестой человек в мире – китаец. Однако после четырех десятилетий необычайного роста, в результате которого население Китая увеличилось с 600 миллионов до почти полутора миллиардов человек, его население сейчас начнет сокращаться впервые после Великого Гола 1960-х. Так как же Китай попал в эту ситуацию и каковы будут последствия этого демографического кризиса для страны и всего мира? В соответствии с последними данными Национального бюро, население Китая выросло в 2021 году всего лишь на 480 тысяч человек. Это очень внушительное число для любой другой страны, но для Китая это лишь малая часть годового прироста в 8 миллионов человек ежегодно, который обычно наблюдался раньше. Это замедление роста населения Китая продолжается в течение многих лет и будет только ухудшаться. Согласно данным Всемирного банка, общий коэффициент рождаемости в Китае, а именно число рождений на одну женщину, составляло 2,7 в 1980-м. Это намного выше показателя 2,1. Если этот коэффициент составляет 2,1 больше, население растет. Если меньше, население падает. Так вот, в Китае он составлял 2,7 процента в 80-х. Но с 1993 года коэффициент снизился до менее чем 2, а в 2020 году он достиг показателя 1,7 процента. Сейчас и того меньше. Для сравнения, в Японии коэффициент рождаемости соответствует показателю в 1,3. В США 1,6 процента. Но если учитывать иммигрантов, этот показатель в США все же достигает 2,4, что достаточно для того, чтобы население США росло. В Китае же такого нет. Кроме того, согласно отчету Financial Times, число рождаемости в Китае достигло самого низкого уровня с 1960-го, когда страна столкнулась с великим голодом, унесшим жизни миллионов людей в стране. Таким образом, мы понимаем, что Китай сталкивается с началом постоянного демографического кризиса, причем такого, как будто у них сейчас голод, как в 1960-м. Давай углубимся в этот кризис, который вот-вот произойдет в Китае и о котором мало кто говорит. Чтобы понять историю демографии Китая, нам нужно понять три политики страны по этому вопросу. Первая политика – это контроль рождаемости в Китае. Закон принят в 1980-м, чтобы контролировать быстрый рост населения того времени. Китайское правительство разрешило заводить лишь одного ребенка на семью. Целью было контролировать уровень рождаемости населения и таким образом снизить темпы роста населения, которые были очень быстрыми в то время. В целом, политика достигла желаемых результатов в последующие десятилетия и помогла контролировать темпы прироста населения. Однако спустя несколько десятков лет эта политика начала оказывать негативное влияние на страну и ее экономику. В 2015 году Китай начал выявлять первые признаки демографического кризиса путем анализа данных переписи населения страны. Так и было замечено, что темпы роста населения Китая стали очень низкими. Поэтому правительство внедрило второе демографическое изменение в стране. Правительство Китая приостановило политику одного ребенка в семье и разрешило парам заводить двух детей. Правительство явно поощряло увеличение населения. Но коммунистическая партия Китая в скором времени поймет, что эта политика не будет иметь желаемых результатов и ее будет недостаточно, чтобы предотвратить сначала демографическую, а потом экономическую катастрофы. Это и положило начало третьей демографической политики в истории страны – политики трех детей. В 2021 году Китай юридически разрешит семьям иметь троих детей и будет поощрять это еще больше. Правительство даже начнет предлагать своим гражданам финансовые вознаграждения за деторождение. Как можно заметить, правительство было крайне обеспокоено началом сокращения численности населения, но самое страшное – его старением. Прогнозы, подготовленные Китайской Академией Социальных Наук, показывают, что в 2022 году население Китая будет сокращаться впервые с 1960 года. Но на самом деле этот поворотный момент наступил на десятилетие раньше, чем ожидалось. В 2019 году Китайская Академия Социальных Наук ожидала, что население Китая достигнет пика в 2029 и составит 1,44 миллиарда человек. Однако текущие данные Шанхайской Академии Социальных Наук показывают, что население Китая уже начало сокращаться на 1,1% ежегодно. Это приведет к тому, что население страны достигнет 587 миллионов человек в 2100 году, а это менее половины того, что есть сегодня. Это сокращение населения уже вызывает серьезную обеспокоенность в китайском правительстве, которое считает, что это событие может оказать глубокое влияние на экономику Китая и стать началом беспрецедентного кризиса, который может привести к огромным потрясениям в китайском государстве и как вследствие во всем мире, учитывая, что Китай – это вторая экономика мира. Перед тем, как мы обсудим, что это значит для китайской глобальной экономики, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это очень помогает мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за поддержку. В последние десятилетия одной из основных причин роста экономики Китая была его огромная рабочая сила и молодое население. Эта огромная рабочая сила позволила стране получить глобальное конкурентное преимущество за счет чрезвычайно низкой стоимости рабочей силы и, следовательно, дешевого производства. Международные компании использовали китайскую рабочую силу, а многие страны переносили производство в Китай. Благодаря этому они сделали возможным экономический всплеск в стране, которые назвали экономическим чудом последних 30 лет. Практический результат состоял в том, что страна и ее экономика росли высокими темпами в течение многих лет с использованием рабочей силы, население которой было дешевле конкурентов. Теперь, когда население Китая начинает сокращаться и стареет, экономический бум страны и конкурентные преимущества тоже начинает сокращаться. Это связано с тем, что, с одной стороны, падающее молодое население оказывает повышенное давление на стоимость рабочей силы, а с другой стороны, Китай начинает сталкиваться с конкуренцией со стороны еще более дешевой рабочей силы из других стран, таких как Вьетнам, Бангладеш или Индия. Уже сейчас стоимость рабочей силы для производства в Китае в два раза выше, чем во Вьетнаме. Это грозит Китаю потерей статуса мировой фабрики. Также пожилое население, которого становится все больше и больше по сравнению с молодым, требует от Китая направления большего количества экономических ресурсов и денег на предоставление медицинских услуг и услуг по уходу за пожилыми людьми. Что это значит? Это значит, что доля ВВП Китая, которая расходуется на здравоохранение и пенсии, по прогнозам резко вырастет с 10% в 2014 году до 20% ВВП страны в 2050. Придется тратить пятую часть ВВП на содержание пожилого населения, которого с каждым годом становится все больше. Все эти расходы, нужно отметить, не предполагают увеличение пособий, а лишь поддержание молодого и уже пожилого населения. На 100 молодых трудоспособных китайцев будет приходиться 120 пенсионеров. Помимо того, что Китай станет меньше производить из-за сокращения трудоспособного молодого населения, в стране к тому же будет меньше ресурсов для своей же амбициозной инфраструктурной и инвестиционной политики, потому что все нужно будет тратить на пожилое население. В результате у Китая не будет альтернативы, кроме повышения налогов, и тем самым еще большей потери конкурентных преимуществ низкозатратной экономики. Кроме того, социальные беспокойства, которые уже присутствуют в Китае, могут быть расшатаны еще сильнее такой жесткой налоговой политикой. Представь себе, что ты китаец. Твой банк не отдает тебе деньги, правительство защищает банки от тебя танками, а потом еще и повышает тебе налоги. Давай, плати еще больше. Будешь ли ты возмущаться? Думаю, что да. Это идеальный сценарий беспрецедентного кризиса в стране. Кризиса, способного нанести непоправимый ущерб второй экономике мира и заодно всему миру. Тот самый фактор, который сделал Китай экономическим двигателем мира, может стать спусковым крючком демографического, социального и экономического коллапса, который выплеснется далеко за пределы границ китайского государства. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok